начинаем шить наш тюрбанчик вот я выкроила такой прямоугольник это длинная сторона эта мерка будет обхват головы таким образом меряется короткая сторона это глубина глубина нашего тюрбанчика вот эта страна так по длинной стороне я буду ставить резинку поэтому прибавила еще 5 сантиметров по стране короткой прибавила 3 сантиметра так свернем пополам а значит вот эта полоска это будет у нас бант 25 сантиметров на 16 то есть попала 8 целиком 16 будет завязываться все свернули пополам наш прямоугольник и будем сейчас вот такую полукруглую линию проводить вот таким вот образом и вырезать отрезаем по нашей линии так теперь еще серединочку пометим здесь будет резиночка у нас отмеряем резинку сантиметров 67 сами посмотрите находим середину на нашей резиночке и смотрите вот она будет вот так вот подгибаться поэтому прикалываем ее не к самому краю а немножко выше ну примерно на сантиметр выше вот таким вот образом вот теперь нам нужно ее растянуть не сильно прям ну растянуть в общем смотрите вот так вот чтоб она более-менее была такая вот отмерили вот у кого бы растягивать и с другой стороны тоже вот уравниваем как бы чтобы она у нас на одинаковом расстоянии растянулась и закалываем так вот тут помечаем да да куда мы резиночку вы утягивать это место иголочка закалываем теперь с другой стороны ровно такое же расстояние откладываем тоже иголочку и прикалываем нашу резинку с этой с этой стороны и будем зашивать ее на машинке в этом месте вот я закрепила ее смотрите на машинке вот она вот так вот растягивается теперь мы ее вот сразу вот так вот завернем и вот в этих местах где она у нас закреплена еще иголочкой закрепим с одной стороны из другой также закрепляем иголкой вот сейчас мы будем ее вот так вот подгибать и застрачивать можно заметать если вы не уверены в себе начинаем так застрачивать швов подгибку получается это у нас вот смотрите когда доходим до резинки до нашей тут немножко нужно будет ее закрепить то есть уже зашли на резинку до повернулись сделали закрепляющие стежки все вернулись на замена исходную и пошли дальше вот шьем не по резинке а рядом с ним вот другой конец резиночки до подошли опять к нему тоже сделали закрепочку . убираю все и заканчиваем нашу строчку нашу в подгибку все теперь теперь мы будем оверху жевать ее по кругу вот в этом месте и собирать так обметана вот такая у нас получилось все беремся за нашу полосочку сворачиваю в четверо и рисую вот примерно форму какой бантик я хочу видеть вот такой вот я рисую теперь я это вырежу все застрачиваю оставляем место для выворачивания все за строчила выворачиваю вот такой колышек есть для выворачивания деревянный уголочек можно иголочка подправить чтобы он остренький был выворачиваем и утюжим вот я от утюжила теперь нам надо зашить наше отверстие ручную это делаем так наш бантик готов берем опять нашу это будет будем теперь собирать по кругу и все это я буду делать вручную делаю двойную нитку и вот смотрите как я буду как бы через край почему я делаю так потому что получается тоньше потом сама сборка лучше собирается она вот вот я ее собрала закрепила и теперь между собой еще вот так надо скрепить все это теперь вручную только будем делать все закрепила осталось нам наш бантик пристроить вот у нас уже вырисовывается вы выворачиваем наизнанку вот берем бантик сначала серединку находим на нем вот она серединка вкладываем его внутрь вот так вот его как бы за пришиваем ее вручную как бы насквозь вдоль всего отверстия чтобы его закрыть зашить все выворачиваем теперь на лицевую сторону все осталось нам только завязать аккуратненько вот эти хвостики все готова померяю на куклу сейчас по моему здорово всем удачи